Мы, собственно, представляем больного, клинический разбор, должен выйти у нас Евгений Викторович Кузьмин, это наш ассистент нашего медицинского виртуального бюро, кандидат медицинских наук, где он, АУ, Евгений Викторович. Вот. Давайте вы расскажете про больного, и мы его потом обсудим. Добрый вечер. Продолжение следует. Обращение в медицинское бюро 28 июля 2021 года. К сожалению, данный больной ответил не на тот опросник, который необходимо было, то есть он ответил на опросник по острому ковиду. Из положительных его ответов на поставленные вопросы были ответы о ухудшении состояния. Отмечал он слабость, утомляемость, слабость умеренно выраженную и отмечал неприятные ощущения и боли в мышцах. Его жалобы основные были представлены. Он описывал о том, как он болел в апреле этого года коронавирусной инфекцией. При этом он ее в некоторых своих сообщениях описывал как бессимптомная, но в то же время отмечал, что у него был заложен нос, были боли в грудной клетке. Сдавал он ПЦР-тест, который был отрицательный и сделал анализы на иммуноглобулинах чуть позже. При физической нагрузке отмечал пекущую боль в области оперативного вмешательства, которое у него было произведено в 2005 году по поводу устранения посткоартационной аневризмы протезированием нисходящего отдела грудной орты. Спустя месяц боль у него утихла, при нагрузке физической снижался пульс и состояние ухудшалось. Под языком он отмечал на слизистой в ротовой полости непонятное воспаление и определенное ощущение в ухе. Описывает он, какое лечение он получал, ноотропные, сердечные препараты. В данный момент у него на момент обращения отмечалась нагрузка при нагрузке тремор, отсутствие крови после уколов, замедление роста ногтей, обморочное состояние, боли в области почек, сердца, бледный цвет в коже, привкусно-слизистый, соленый. Отсутствие нормального сна, при засыпании, подергивании рук и ног часто просыпается, потери массы тела, нарушение стула. И вот он отмечает, что по всей видимости у него продолжается воспалительный процесс. Быстрая умственная физическая усталость, незначительная потливость, когнитивное расстройство, плаксивость, слабость в руках и ногах, легкая боль, пощипывание в ногах. Воспаление непонятное, слизистая ротовая полость, боль, шаткость при ходьбе, шум в левом ухе. Заложенность носа без потери обоняния и соплей. Болели сильно зубы, самостоятельно боль прошла. Был незначительный стоматит, со временем так же прошел. Да, я хочу только обратить внимание. Он отмечает, что все это обострилось на фоне перенесенной симптомной формы коронавируса. Это все-таки то, что пишет больной. Мы излагаем не то, что близко к тексту, а это реально то, что пишет больной. Поэтому уж нас за терминологию, извините, просоплю. Ну, что делать? Так вот люди описывают то, что есть. Там пощелкивание в ухе или что-то еще такое. То есть, ну, вот самое разнообразное ощущение у человека. Нам приходится с этим иметь дело. Значит, он несколько раз сдавал иммуноглобулины коронавирусу. И отмечается, что в течение апреля, вот с того момента, когда, как он пишет, у него бессимптомно, хотя он отмечает некоторые симптомы протекала коронавирусная инфекция, иммуноглобулин G, он возрос в три раза. Принимает на момент обращения, он уже принимал ксориэлта по 10 мг утром и вечером. И уже третий день, как начал прием метилпреднизолона, опять же, повторюсь, это он самостоятельно начал принимать 24 мг метилпреднизолона. При этом отмечает, что особого улучшения нет. На фоне того, что у него возник кандидоз ротовой полости, он начал также самостоятельно прием флоконоза. Что прием антикоагулянта, это соответствует рекомендациям ГНОТ. То есть здесь никаких возражений против приема нет. Вопрос о метилпреднизолоне, я бы сказал, довольно осторожно, что, наверное, непонятно с чего, но это тоже входит в наши рекомендации. Но мы обычно все-таки сначала оцениваем эффективность антикоагулянтов, хотя бы две недели, уже только потом прибегаем к метилпреднизолону. Ну, у нас вот больной уже принимал и то, и другое. Поэтому, конечно, у нас были некоторые трудности. Да, дальше. Значит, из анамнеза его жизни отмечалось то, что я уже говорил о том, что в 2005 году он перенес операцию по устранению аневризмы, протезированием нисходящего отдела грудной аорты. Также у него в анамнезе была в 2014 году операция на вертебральной артерии. Он является мастером леса, то есть лесником. Ежедневно он гулял с собаками по 15 километров в день. И сейчас на момент обращения прекратил по состоянию здоровья. Ну, и то, что он употреблял мясо диких зверей, дичь в пищу зимой. И также у него в анамнезе в декабре, прошу прощения, в октябре 2019 года был выявлен аскоридоз, по поводу чего он наблюдался у паразитолога. Значит, какой у нас выстроился дифференциально-диагностический поиск? Естественно, постковидный синдром, поскольку он перенес коронавирус в апреле этого года, и соответствующие симптомы у него наблюдались. Рассматривали мы также варианты возможного наличия ложной аневризмы в области сосудистого протеза грудного отдела орты. С чем это связано? С тем, что у него отмечал он боли в грудной клетке в месте операции и нарушение ритма, которое он описывает как падение пульса на пульсоксиметрию при физической нагрузке. Также рассматривали вариант инфицирования сосудистого протеза грудного отдела орты, стенокардию напряжения, вирус иммунодефицита человека, поскольку имелась длительная лихорадка, подверженность инфекциям, о чем он описывал в анамнезе жизни, потеря веса, герпетическая инфекция, кандидоз полости рта, генитальная кандилома. Это все он описывал в своем анамнезе жизни. Ну и в связи с его образом жизни, с его профессиональной деятельностью, так как он является лесником, разводит и постоянно контактирует с собаками, с дикими зверми, разделывает, употребляет в пищу потенциально зараженное мясо, рассматривали вариант гельминтоза. Значит, из рекомендаций было рекомендовано сделать МСКТ грудного отдела орты. Больной предоставил заключение по поводу проведенного в мае месяце 2021 года МСКТ грудного отдела состояние после протезирования нисходящего отдела грудной орты без патологических изменений, без изменений по сравнению с предыдущим исследованием 2019 года. Повторно он не захотел проходить МСКТ. Учитывая профессиональную деятельность, образ питания, как я уже сказал, были рекомендованы анализы на антитела гельминтозом и трехкратный анализ КАЛА на яйца гельминтов. Анализ крови на антитела гельминтозом 30 июля у него отрицательный, и однократно он сдал анализ КАЛА на яйца гельминтов, также анализ отрицательный. Значит, из тех анализов, которые он сдал, он сдавал и общий анализ, клинический анализ крови, и биохимические анализы крови сдавал гормоны, но из всех анализов у него отмечалась незначительная тромбоцитопения еще до обращения за нашими консультациями 17 июля, 169 тысяч тромбоцитов при норме 180 тысяч, и повышение ферритина 515 при норме до 400. 30 июля повторно он сдал анализы, при этом отмечалось только незначительное повышение ферритина до 451, при норме до 400. На фоне самостоятельно начатого приема метилпреднизолона, как отмечал сам больной, у него развились воспаления в ротовой полости, он нам выслал фотографии, на которые были видны признаки кандидоза слизистой ротовой полости, в связи с чем мы рекомендовали ему, вернее нет, он сам уже принимал флуконозол, 31 июля у него также на фоне приема метилпреднизолона появились герпетические высыпания на коже паховой области, ну и в связи с этим мы рекомендовали прием метилпреднизолона прекратить. Была дана рекомендация сделать анализ крови на вирусы иммунодефицита человека, данный больной также неоднократно, как уже после выяснилось, сдавал данный анализ, и 31.07 он сделал повторный анализ, который оказался отрицательным. Ввиду развившуюся кандидозы и герпеса было рекомендовано прекратить прием метилпреднизолона, и в связи с тем, что несмотря на прием антикоагулянтов, доза XRL-10 мг 2 раза в сутки, состояние больного было без положительной динамики, в связи с чем была дана рекомендация пройти курс плазмофереза. Но, к сожалению, дальнейшие результаты нам неизвестны, больной не стал продлевать наши консультации. Ну, давайте вопросы мы пока будем обсуждать. Значит, почему мы его показываем? Не потому что мы получили хороший результат, мы никакого результата не получили, и это, конечно, снижает, наверное, ценность нашей демонстрации. С другой стороны, мы показываем вам ситуацию, когда, ну, во-первых, мы взаимодействуем дистанционно, да, больной находится в одной стране, доктор в другой стране, а вся система в третьей стране. Значит, поэтому мы располагаем только той информацией, которую до нас доносит больной. Мы его, ну, так, пощупать и понюхать не можем. У больного огромное количество какой-то сопутствующей патологии, причем, согласитесь, патология нестандартная, да, в 40 лет корректация ортод, с какого перепугу вдруг у него она произошла, у него аскоридоз, аскоридоз, да, ведь его выявлен, при этом, значит, он бегает по 15 километров каждый день, общается со всеми животными, с какими только можно, вот. И, естественно, это все давало обильную пищу для раздумий, и Евгений Викторович просто, так сказать, загорелся желанием найти у него сразу много болезней. Значит, эта ситуация довольно показательна, когда больной с постковидным синдромом приходит к доктору, и доктор что-то видит и начинает копаться вот в том, что видно, какие-то заболевания, которые может быть, возможно, и так далее, не обращая внимания на то, что на самом деле больной-то рассказывает классическую картину именно постковидного синдрома, а все остальное, что с ним, оно как бы, ну, есть. Ну, вот, поэтому здесь, конечно, у нас были, скажем так, обсуждения с Евгением Викторовичем, поскольку мы больных ведем комиссионно, вы знаете, да, что у нас все больные, они проходят как бы через консилиум, то есть доктор, ассистент пишет свое заключение, проводит, так сказать, дополнительные какие-то там анализы материала, ну, а я на выходе обязательно смотрю, и со мной это все обязательно согласовывается. Ну, и в данном конкретном случае я был против большого числа назначений, которые, на мой взгляд, не несли за собой какого-то выхода, скажем, да, ну, вот у нас больной наблюдается две недели, через две недели он от нас уйдет. ВИЧ, ну, просто надо его отправить на ВИЧ, а что мы будем с ВИЧом делать, если мы его вдруг обнаружим? В отношении кандидоза и герпеса тоже мне представляется до сих пор эта тема сомнительной, потому что две инфекции на фоне третьей инфекции, ну, что-то многовато. Минтипред даже за несколько дней, но он все-таки недолго его принимал, и это не иммуносупрессивный препарат, чтобы вызвать кандидоз. Я не уверен в этом диагнозе. Ну, наверное, нужно его все-таки смотреть по месту жительства, да, то, что называется. Герпес аналогичный, герпес на странном месте, без иммуносупрессии. Может быть, мы что-то пропускаем, может быть, мы пропускаем какую-нибудь лифсаркому там, я не знаю. В данном случае мне трудно что-то сказать, но в анализах крови, насколько я помню, ничего особенного не было, да. Вот. Но само по себе появление нескольких вот таких инфекций, нестандартных, необычных инфекций, оно, конечно, настораживает на тему того, что с больными не все в порядке. Что не в порядке, не знаю. Наверное, его требуется обследовать в условиях хорошей клиники. Потому что я не понимаю, что искать. Вот честно скажу, для меня он абсолютно остался непонятным, этот пациент. Провести плазм ФРС, ну, плазм ФРС при многих вещах помогает. Может, и здесь поможет. Но при чем здесь кандидоз с герпесом? Для меня неясно. Вот. Поэтому, к сожалению, это не наша победа, скажем так, да. Но это не наше поражение. Мы многое, чтобы смогли у него спросить. Кстати, он негативно реагировал на наши диагностические поиски, я должен сказать. Он вообще такой немножко своеобразный, да. Обратите внимание. Он сам себе назначил огромную дозу преднизолома. Ну, я не знаю, кому в голову придет, самому 6 таблеток преднизолома. Ну, метилпред, но не важно. Он сам себе назначил антикоагулянты. И, судя по разговору, его никто из врачей на это дело не толкал. То есть, он прочитал рекомендации в открытом доступе и пошел по этому пути. С одной стороны, мы это приветствуем, конечно, но... Ну, не знаю. Вот. Значит, ну, хотелось бы вопросов от слушателей услышать. Тут пока вопросы были, нужно ли следить за дедимером при попытке отмены антикоагулянта при ковид-инфекции. Дедимер к антикоагулянтам отношения не имеет. Это вещество, которое показывает степень воспаления. Это система фибринолиза, а не система свертывания. Поэтому можете следить за ним, можете не следить, никакого отношения не имеет к проводимой антикоагулянтной терапии. Более того, у больных с постковидным синдромом дедимер увеличен только у четверти пациентов. Тогда как растворимый комплекс фибриноменомеров РФМК у 75%. РФМК – это вот как раз свидетели внутрисосудистой коагуляции, свидетели этого воскулита, тромбовоскулита, о котором мы все время говорим. По поводу снижения частоты пульса во время интенсивной нагрузки, это предыдущая, видимо, да, возможно, перетренировка и КГ под нагрузкой может выявить скрытую канет, я не понимаю. Ну, может быть, ну, все может быть, но мы сейчас, так сказать, про другого. По поводу данного больного, есть у вас вопросы, друзья? Вам все понятно? Ну, как интересно. Нам ничего не понятно. Вам понятно все. Ну, возвращаясь вот к нашей деятельности, к нашему бюро, я хочу сказать, что у нас, конечно, самые разнообразные клинические случаи РФМК он не сделал, потому что в Харькове не делают. Харьков же это не Россия, они отказались от российских методов исследования и сделать РФМК в Харькове невозможно. В России практически везде. Я не понимаю, возможно, развитие ИЗЛ после ковидной инфекции. Я аббревиатуру читать не умею. Дальше КГ, АГ и АД, вот мои мозги не работают. Если вы хотите что-то спросить, спрашивайте по-русски. Вот, значит, сейчас вот в Твери, например, появилась больная, у которой нарушено, появилось нарушение функции правой подключичной артерии, которой у нее не было. То есть полгода назад делали, ничего не было, а сейчас сужение правой подключичной артерии. Мы там как раз обсуждаем, не является ли это таким, ну, каким-то вариантом синдрома Кавасаки или Кавасаки-подобного синдрома, потому что поражение крупных артерий – это как раз тема для постковидного синдрома. Вот, ну, сейчас мы занимаемся обследованием, может быть, мы потом расскажем. После ковидной инфекции интерсоциальные заболевания легких. Ну, я не знаю, что такое интерсоциальные заболевания легких. Вы имеете в виду пневмония интерсоциальная? Так это теперь у нас мем такой, матовое стекло. Это стало аналогом? Нет, конечно. Причем здесь матовое стекло и интерсоциальная пневмония. Это безумная, бесконечная гипердиагностика поражений легких с помощью КТ. Как все-таки дифференцировать поствакцинальный ковид-подобный синдром и острый ковид в легкой форме при отрицательных ПЦРах, антителах, нуклеокапсидному белку? Ну, ох, вы слишком многое хочете от нас. Ну, пока дифференцируем. Ну, вот сейчас у нас наблюдается пациентка, у которой был ковид год назад. Знаешь, она недавно привелась в августе и заболела. Ну, вот мы так пообсуждав, там есть, правда, ПЦР позитивный, что все-таки она заболела ковидом. Связано ли это заболевание ковидом с ее прививкой? Одному Богу известно. Нужно набирать материал. То, что привитые болеют, это всем известно. Сейчас это как бы уже не вопрос. Но все-таки ковид и поствакцинальный ковид-подобный синдром, они, мне кажется, отличаются. Я не готов вам 100% сейчас рассказать про поствакцинальный синдром, потому что у нас мало материала. Но по острому ковиду можно пройти легко тест, посмотреть. У нас чувствительность теста 89,5%, поэтому я думаю, что здесь довольно легко можно все понять. Так, Попова объявила о надвижении гриппа на фоне ковида. Полтора года назад говорилось, что гриппа нет, так как есть другая доминанта. Я не понимаю, что такое доминанта в данном контексте, извините. Что вы думаете по поводу сочетанной инфекции? Сочетанной инфекции в общем не бывает. Значит, если про герпес мы можем в литературе прочитать, что он бывает при постковидном синдроме, как-то вроде бы обостряется при ковиде, то про грипп и другие респираторные инфекции никогда не слышал. Другое дело, что сейчас респираторных инфекций много, и они садятся на постковидный синдром и вызывают его обострение. Вот это мы видим. Но это не о ковиде, это именно респираторные инфекции. То есть, извините, уж раз мы тут про сопли говорили, при ковиде соплей нет обычно, а при вирусных других инфекциях есть. И вот при этих инфекциях постковидный синдром тоже может обостряться. Вот, но сочетание гриппа, ну, посмотрим. Не, ну, сейчас же поповой надо пропихнуть вакцинацию от гриппа, вы что, не понимаете, что ли? Тут же все понятно. Вопрос деньги, деньги, деньги. Так, пациентка Юля перенесла эндопротезирование заберного состава, это же время ковид-пневмонии, как долго принимать антикоагулянты? Ну, с июня уже можно прекращать, наверное, принимать антикоагулянты. То есть, протезирование сустава, обычно продолжительность профилактики тромбоэмболии, она, по-моему, где-то до месяца. Три недели считается самым пиком тромбоэмболии, но, в общем, где-то до месяца, если нет других факторов риска. Тут еще нужно посмотреть, потому что факторов риска тромбоэмболии дали много, в том числе, например, сахарный диабет, еще что-то. И, кстати говоря, респираторные инфекции все тоже являются фактором риска. Вот, поэтому фибрилляции предсердий, если у него ничего нет, то, наверное, уже можно прекращать применение антикоагулянтов. Так, еще вопросы. Евгений Викторович, вы что-нибудь в заключении скажете? Ну, наверное, только поблагодарю за предоставленную возможность. Спасибо. Ну, в общем-то, мы и дальше будем представлять больных, представляющих что-то или иной интерес, необычных. Больных много, стандартные больные, к сожалению, для слушателей, наверное. У нас уже пошла четвертая тысяча пациентов, которых мы так или иначе курируем дистанционно. Опыт, конечно, огромный. Ну, и вот сейчас мы уже начали набирать потихонечку больных, курируемых непосредственно врачами в Твери. Там тоже достаточно интересные, сразу выявляются достаточно интересные моменты. Ну, например, развитие аминореи у больных с ковидной инфекцией. Ну, вот тоже такая тема. Вроде все говорили, что это все не касается половых функций. Оказывается, вот у кого-то аутоиммунный процесс, который касается вполне себе половых функций. Ну, надо во всем этом разбираться. Я не готов сейчас какие-то давать четкие советы и обсуждения, но тем не менее мы следим, мы смотрим. Сейчас мы готовим протокол более четкий для Твери, где уже будет прописана модель пациента, как ставится диагноз. Не так, как это в рекомендациях, в таком немножко обобщенном виде, а уже конкретно степ-бай-степ. Как быть в случае, если ковид подтвержден был, как быть в случае, если ковид не был подтвержден, а развился постковидный синдром. Все это мы постараемся прописать, обсудить и вынести на суд общественности. Я думаю, что как минимум статью мы по этому поводу напишем. Но я очень вас призываю к наблюдениям, потому что масса всего выявляется. Одно из наблюдений, что какие-то кистозные изменения в деснах происходят. Кто-то обнаружил кистозные изменения в головном мозге плодов. Вот Евгений Викторович, например, обнаружил, что у больных очень часто наблюдается редкое дыхание. То есть, опять же, мы сами-то не считаем, но больные-то считают, в общем, они же не идиоты. Посчитать количество вдохов в минуту можно, и количество вдохов там 6-7 в минуту. Ну, кажется, что это брадепное. Без всяких изменений, без всяких нарушений со стороны. Там, сатурации, модышки и так далее. Тоже это такая какая-то регуляторика нарушена. Вот. Ну, в общем, все это очень интересно. Так, конечно, эта болезнь вытащила на свет огромное количество вещей, про которые мы раньше не думали. Хотя, в принципе, я уверен, что все это было и раньше. Просто никто не обращал на это внимания. Вот. Готовить ли больных, лечение больных, так уже готово, уже опубликовано. Так, собственно говоря, рекомендации, это тоже, они сейчас уже в печати, но они на сайте есть. Рекомендация тоже обобщения нашего опыта по лечению больных. Ковидом, постковидом. Знакомый врач, заболевавший ковидом, сетовал, что нет публикаций по лечению антикоагулянтами амбулаторных больных. Я вас поздравляю. Рекомендации по лечению больных антикоагулянтами лежат с апреля прошлого года. Они опубликованы в журнале. У них сколько там? 80 тысяч, да, посещение сколько? Где-то порядка 80 тысяч просмотров этих рекомендаций. Статья опубликована, во всей прессе написана, с телевизора, извиняюсь, рассказывала. Все есть, дозы, кратности, длительности, все существует. Но в конец счете, если вы этого что-то не нашли, зайдите на наше медицинское бюро, очень легко просто набирать медицинское бюро, и вы сразу попадаете к нам, потому что другого в мире не существует. Там есть все, что нужно. Она имела в виду медицинские журналы, пускай не брешет. Значит, как минимум, это журнал проблемы стандартизации, это журнал терапии, это журнал терапевтический архив, это журнал клинической оронтологии. Сходу просто вот несколько журналов называем. Все опубликовано, мы ничего не держим в тайне. Я уж не говорю про то, что эти все публикации опять же лежат в интернете. Как быть затяжным зудом кожных покров после перенесенного ковида? Это типичное проявление постковидного синдрома. Лечить, как обычный постковидный синдром. При постковидном синдроме поражение кожи – это очень частая патология, но зуд – это поражение нервной системы, как известно, а не кожи. Так. Ну что, на этом мы тогда заканчиваем, наверное, да? Значит, мы следующую среду у нас будет пленарное заседание. Оно будет очно, будет проходить в зале анатомического корпуса Первого медицинского института, и мы его будем тоже транслировать. Значит, будет выступать у нас директор института морфологии человека, Коктурский, рассказывать про морфологические исследования при COVID-19. Для меня это очень интересная тема, потому что, вы знаете, у нас очень много вскрытий, у нас обязательные вскрытия для больных с ковидом, а на Западе таких вскрытий практически не проводят. И в результате морфология в основном российская. И это очень важно, потому что очень много интересных вещей, вот, морфологических, и мы тоже поддерживаем это движение. Все. Спасибо. Всего хорошего.